всех приветствую новость онлайн каждую пятницу 20.00 мы собираемся по этой комнате и рассматриваем основные фьючерственные рынки так ну вначале мы рассмотрим какие новости нас ожидают на следующей неделе у нас ну фактически нет таких сверх серьезных новостей так значит продажа на вторичном рынке жилья в среду по штатам потом индекс деловой активности в четверг по германии и китаю опять же по продажам нового жилья в четверг и читается штаты и принципе индекс делового климата айфио в пятницу и базовые заказы на товары длительного пользования в общем такие стандартные очень отчеты двадцать третьего еще jobs claims вот ну в принципе тихо и спокойно пока нет каких то таких новостей которые могут двигать маркет начали опять подумать тему по греции вот и вы видели сегодня движение на S&P какое было еще на европе сейчас когда будем рассматривать S&P я затрону еще раз эту тему вот но у нас сейчас посмотрим по традиции сделки трейдеров кто на этой неделе удивил так это рюрик хорошие сделки принципе особенно вот эта продажа шикарный зашел вот технично режет убытки сразу же ну пусть неплохо поэтому вот заслуженное место первое у него клим борьба 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 есть конечно там запутался пару раз вторник и в среду а так более-менее ну самое печальное это распространенные причем уже бородатые эти ошибки запрыгивать ловить падающие ножи ну вот видите это вот есть минус такой раз два три как звука нет должен быть звук есть или нет ну это терпимо сейчас посмотрим по вилам 76 смотрите сегодня тестируем поток более качественных видео вот поэтому может немножко подтормаживать трансляция отлично поработал понедельник вообще без вопросов взял движения и падения так что третье место здесь сто процентов заслуженно это трейдер визивнее вот тогда есть большие просадки это не так плохо так ну и андрей конечно похвально в понедельник продажа и там принципе уже не особо большие сделки следующих участников так видно стоунхард первое место по ртс сегодня зафиксировал достаточно почти позиционную сделочку ганди до сих пор стоит в покупках то второе место потом сергей 343 весь в сражениях вот сейчас взял минимум недели зачем лезть перед выходными в такую нестандартную позицию а вот ну в принципе неплохо зашел на шортик вовремя жалко что он не зафиксировал перед выходными риксис так что тут у нас хорошенько хорошенько зашел вот так тут один контракт открыт поэтому не фиксирует ничего макс ну и мистер алекс рос тоже в сражениях хорошо так пошло в среду на покупочку так теперь давайте посмотрим так по результатам опроса 63 процента считают что на следующей неделе будет по индексу ртс снижение поэтому пока еще опрос идет вот сверху можете про выбрать вариант 98 причем скажу наперед если посмотрите рейтинг за этот контракт по бирже семье у него первое место вот как у него получается вы видите сами есть хорошие сделки поэтому заслужено первое место 334 пипса для тех кто недавно с нами в нашем комьюнити хочу сказать что рейтинг формируется не из количества кэша в прибыли не от процентов а рейтинг мы формируем исходя из количества взятых тиков то есть пройденных от открытия позиции до фиксации 100 тиков вы открыли сделку зафиксировали если между открытием и фиксацией 100 тиков то плюс 100 тиков в вашем ну как бы рейтинге уже учитывается поэтому это максимально удобный формат рейтинга потому что кто-то торгует одним контрактом кто-то торгует 100 контрактов вот и так сложно формировать рейтинг а это достаточно удобно то есть идет укол на открытие позиции и максимальное сопровождение то есть вытащить по максимуму с движением юса трейдер вот такие вот делают финты взял бай и там что-то даже зафиксировал один контракт неплохо неплохо драгон без стопов работает плохо плохо нет стополя надо без убыток поставить принцесса восточная набрала позицию 2700 контрактов так рту и срок 3 пипса уже ну остальных меньше и меньше рубль так 919 3 на рубле взял движение причем как чувствовал еще ночью зашел инсайт наверно какой-то был у него так а сам зашортил и закрыл как раз на этой неделе но его скорее всего вот это его маневром выбило без убыток захватили просто лимитник так бы так напоминаю указывайте свои имена такие трейдеры которые не указывают имя ни этого тарки ни в рейтинге ну то есть мы их не называем так так алюна 840 тиков под вечер еще вот есть таргет но нет без убытка это плохо все меньше и меньше сделок остальные в принципе не особо отличились так давайте фунт еще посмотрим опять пират 98 рвет валютные фичерсы так что стоит мониторить когда открываются позиции причем можно даже поставить уведомление когда трейдер какой-то открывает сделку и на почту может приходить уведомление что там пират 98 открыл покупку например это было бы я думаю вам интересно если только тренируйтесь подойдет рынок непонятно что там будет происходить может даже там и не нужно шертить ну в общем вот так вот выставлены лимитники м8 балбесный какой-то трейдер новый снова еще один счет м8 биллион биллион про отличная покупочка рисковый конечно но взял как говорится от самого до самого крошу 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 о господи нет никуда не годится фальди трейд очень просадочная позиция ну в принципе одним контрактам это не особо страшно. Yamaha 72 тоже чуть порвал рынок, но в движении сильных участвовало. Так, ну и по нефти. Давайте посмотрим, кто там у нас чемпион. Мистер Профит. Хватило буквально одной покупочки в среду и чуть-чуть в четверг. Так, отрепело ААА или как так. Какие сделки точные, хорошие. Ну, посмотрим. Ну, в принципе, вот и все. Там особо не нечего смотреть. Так, ну, начнем обзор. S&P. Итак, как видите, сессия в пятницу достаточно такая трендовая. и это, ну, не то чтобы даже возможно исключение. По статистике по опыту в пятницу Америкосы не особо любят движение устраивать на индексе, но движение устроили на евросессии. То есть, первый импульс пошел уже на евросессии. Вот. Пока вот Америкосы открылись и висят в районе 73-80. Интересно было как раз вот как с этих уровней будут уходить на следующей неделе. и когда я увидел, что уже 85-е, 80-е, котировочка, сразу посмотрел новости, что там происходит и смотрю, о, прогрессию вспомнили. Думаю, вот, как раз им и нужно создать негатив новостной, чтобы загнать людей в шорты. Вот. Обратите внимание, что активность не особо высокая. То есть, ликвидность такая себе рабочая, поэтому жесткий разворот тут как-то не наблюдается. По крайней мере, вызывает такие сомнения. Сейчас посмотрим по дельте, что там. поэтому аккуратнее есть еще вот как раз на уровне, где приостановили америкосы падения 73-80 массив. Если его будут поддерживать, то есть понедельник с уровня пятницы начнут уходить на север, вполне может быть, что мы видели сбород стопов. То есть, перед покупками. Ну, и еще у нас поддержка 45 по 55 первые крупные такие массивчики. Сейчас возьмем 16 число еще добавим. То есть, здесь также остается номер один массив. С этих уровней фактически начинался этот контракт. Поэтому пока 60-50 не пробьют. Еще есть надежды на продолжение восходящей динамики. То есть, позиционные шорты, я думаю, стоит рассматривать, когда уже либо будут прощаться с 90- 2100. Но все-таки мои предположения на весенний вот этот период, на юнинский контракт, что они устроят боковик, в принципе, уже фактически подтвердились. Вот, они туда-обратно между соткой и полтосом. То есть, могут снизиться до этих уровней, потом снова пойдет рост, и так будет, наверное, еще и летом. Так, активности пока нет. То есть, в это движение не вложено особо много деньжат, что ну вот и подтвердяет, что может и не быть там на самом деле разворота. Дельта, соответственно, все как положено отрицательное, но не аномально отрицательное. То есть, не 69 тысяч, как было 23.03. Конкретно почти вся сессия была на шортах. То есть, учитывая такое движение на рынке, здесь должна быть очень сильная дельта на стороне продавца, и здесь всего лишь 16 тонн. То есть, скорее всего, выкупают это все падение, так что присмотритесь, может, на следующей неделе с понедельника электроника действительно мы идем с этих уровней еще к 2100. Так. видите, потихонечку набирают позиции, но не аномально, но вот последние три сессии как раз вот заходит на рынок по чуть-чуть, вот уже с 2 миллионов 664 тысяч до 2 миллиона 689. То есть, за три дня были открыты больше позиций в рынке и это может создать какое-то движение, но опять же, активность именно ликвидная не очень. Да, пока красивый балковик. Так. И спекулятивные уровни на текущую неделю, ядро недели у нас на 2100. 2101 давайте возьмем 2097. Вот, вот так вот. 2098. Возьмем пока этот массив в качестве сопротивления, потому что пока распределили цену как раз на шорт. и уже такой крайний уровень сопротивления вот здесь протестировали четверг 21.04. Тут хорошенькие объемочки были, поэтому нужно захватить пробили вот этот маневр, вот этот объект. По-другому это назвать нельзя, потому что вторник был просто какой-то... модели такие... посмотрите на эти движения. европа на шорт, потом туда-обратно всех таскали, флэт, сбросили селлеров, потом еще байеров, и закрылись, ну, по факту на закрытии по неделе. то есть это сумбурность, я не знаю, как это даже назвать. В общем, манипулятивный массив такой 86.90.5 и захватим еще 84. То есть здесь возможно были до загрузки на продажу, поэтому 88.00 по 83.00 эту массивность отметим пока как сопротивление. Если будут удерживать этот уровень, то может все-таки пробьет 20.70 уровень, 20.74 и пойдет на шорт. Поэтому понедельник обязательно следите за вот этим диапазоном и за уровнем пятницы. 76.00 по 73.5 пока нейтральным выделим. То есть могут поддерживать, могут покупки уйти с этой пятницы, потому что опять же дельта такая неактивная на шорт. То есть вроде такой движ создали на падении и ни ликвидности ни дельта на продажу. Как-то очень искусственно и подозрительно. Это движение прошло, поэтому присматривайтесь, возможно они все-таки отрисовывают модель снятия стопов и возобновят движение может 2100 на следующей неделе. Так, потом у нас идут DAX поверхностно и FISX. Так, как видите, три сессии подряд жестко, очень жестко падает DAX и сегодня самая крупная ликвидность за этот контракт была как раз на уровне поддержки. То есть это уже контрольный уровень. Если его пробивают, здесь станет все понятно. Уже скидывают евроидексы. Давайте пока выделим этот массив как поддержку. То есть на вот этот диапазон максимального внимания на следующей неделе. Агрессивность селлеров подтвердится не способность пробития даже в массивах, которые сформировали сегодня. И загрузка на этом уровне 12 по 12. Возьмем даже стоп, 12 стоп. Это диапазон сопротивления. То есть коррекция может быть в этот диапазон и здесь нужно будет мониторить на предмет защиты уровня со стороны селлеров. Вот они самые вкусные объемчики, которые зашли на кануне шорта. Поэтому это маркер сопротивления 100%. 2 дня подряд жесткий шорт, понедельник вполне может быть боковичок и во вторник какой-то коллекционный момент в провин 12.0.12.10. Вовернее 12.0.12. Ликвидность хорошая сейчас на всех случаях на шортик. Да, здесь дельты были хорошие такие на шортик. в любом случае надо корректироваться и посмотреть на этот рост. Толкать уже сложнее стало и возможно займут примерно боковик вот в таком районе на ближайшее время. Так теперь FESX и RTS По FESX у нас массив 36.15 по 36.50 в ядро контракта уже торгуется ниже него то есть вот эта сессия 26.00 была на вынос стопорей позиционных байеров которые размещались тут еще может быть там протестируют этот уровень поэтому движением может быть еще в эти края возьмем этот диапазончик и отметим как возможный уровень поддержки последний последний блокпост этого контракта здесь три сессии идет шорт даже ну можно сказать пять обратите внимание что именно на период американской сессии и FESX и DAX и S&P стоят в боковике то есть европа якобы падает а америкосы либо скупают это все дело либо же как-то там маневры устраивают но не идет шорт видите то есть как только начинается торговля на Америке сразу не останавливает это движение то есть подозрение что как раз они и скупают этот весь шорт поэтому будьте осторожны ну вот этот уровень в любом случае мониторьте на предмет сопротивления что там как раз размещали неплохо вторая по рейтингу по ликвидности сессия вот такие предпосылки ну в любом случае не покупайте в понедельник сразу нужно все-таки после таких шортов несколько дней на на то чтобы сформировали массив с которого они будут вставать на бай если вы рассматриваете эти инструменты как ну на покупку ну а шортить уже в принципе после таких сессий тоже как бы не сразу нужно то есть подождите пока откорректироваться и там уже мониторьте рынок так здесь попахивает моделью голова и плеча как вы видите уже левое плечо сформировалось мы уже фактически увидели завершение вот делова у нас есть и вернулись снова на уровень левого плеча причем он самый ликвидный период за текущий контракт по индексу ртс даже давайте возьмем вот так вот выделим 98500 вот этот диапазончик по соточку 4 сессии аккурат разместились в таком плотном диапазоне для позиционного размещения это плотничок вот вынесли всем скорее всего стопори и вернулись как раз на эту точку пару сессий на следующей неделе они формируют правое плечо и в принципе если никаких не будет поддержек со стороны покупателей то могут даже откорректироваться ну я думаю обратили внимание на как четко идут и шли вернее сессии в последнее время то есть такой уверенный рост пока стоимость барреля нефти терпима то есть не сильно упала стоимость поэтому могут как раз выносить еще и на самом деле байеров то есть вот этим маневром сейчас посмотрим по дельсам ключевые уровни вот здесь зафиксированы давайте еще отметим 97500 здесь две сессии так неплохо подгрузили как возможно уровень поддержки и все внимание на диапазон на следующей неделе сопротивление это у нас вот этот 105 даже возьмем 103 диапазончик здесь так аккуратненько три сессии поэтому это номер один сопротивление если будут хорошенько защищать целлера этот уровень можно в принципе неплохо зайти на шарте давайте посмотрим подгрузить что там на самом деле происходит так заметьте 13 числа по 16 только дельта на стороне байеров в принципе с 6 числа она не менялась активность байеров и 32 тонны сегодня дельта на стороне продавцов вполне может быть что вырывают стопори у этих байеров которые размещались тут получается как раз с 99 даже сотки дельты на бай идут видите то есть сильно какой-то агрессивной накануне дельты даже не было это просто мелочь 7000 а тут как раз вот 33 тонны могли у этих байеров вырывать стопори поэтому если на понедельник вторник котировка не уходит за 98 98 99 уверенно пытается вернуться на 103 то в принципе это подтвердит то что вырывает стопори на самом деле бай что дельта неплохая но на всякий случай выдают агрессивную активность селлеров в диапазоне 102-400 по 104 стоит отметить наблюдать на повторной на повторную защиту на этом уровне с терминселлеров так посмотрим что у нас по открытому интересу вся неделя закрывает позиции участники в принципе накануне выступления Владимира Путина на максимуме многие захотели зафиксировать покупки у кого были потому что такой вкусненький был тренд с 80 на сотку сходить за несколько недель это неплохо и тут как раз важное событие поэтому открытый интерес практически падал всю неделю как видите вот поэтому надо снова активность для того чтобы здесь удержать петеровку и толкнуть цену выше будем смотреть и за нефтью будем смотреть за Газпромом за Вербанком вот так как они фундаментально должны создать тенденцию поэтому давайте посмотрим сейчас еще выделим спекулятивный уровень если есть за недельку так понедельник плюс вторник сформировали площадку в районе сотки 98 с половиной и 99 и фактически откуда начали динамику на этой неделе тем и закончили вот на ночной сессии уже проверили все стопори скорее всего до последнего видите здесь цена была зачистили полностью эти котировку недели и отметим четверг был просто беспощадный четверг я бы его назвал на РТС сюда сходили потом наверх вниз но это скорее всего выступление главы Российской Федерации и эмоции создавали такие хвалательные движения ну и плюс еще маркетмейкеры различного типа так возьмем еще как сопротивление возможно 102 500 103 300 массивчик и кое не особо видите большая большой объем как бы он проходил уже во вторую половину но не особо большое желание расширять сильную цену то есть вот до закрытия торгов вот здесь был такой сползающий рынок и ну не похож на особо сильные шутки то есть вот здесь прошел импульс и потом вот они там еле-еле-еле тянули но дотянули все до закрытия и все поэтому если там понедельник будет боковик это вполне вероятно во вторник в среду понаблюдайте как они с каким желанием будут пытаться встать на сотку 99 в этот массив плюс кусочек пятницы и поход наверх такая концепция в принципе спекулятивно можно с этим уровнем пощупать сопротивление ну и 104-300-105-500 как диапазон сопротивления еще сбербанком сибирбанком и сибирбанком сибирбанком С первого апреля идет активность байера и она сохранялась до 15-го числа, то есть до выступления. Потом нулевая дельта, там, понятное дело, всех мучили и сегодня не особо, как видите, большая дельта на шорт. И это как раз и вызывает сомнения про то, что начался нисходящий тракт. Скорее всего, стопы вырывают просто. Ну, в общем, последний вот 71, я думаю, что еще могут 71 прощупать, потому что здесь, видите, тоже была дельта на байт хорошая. И если ниже 71 не пустят, то вполне может восстановиться восходящая динамика, поэтому крайний уровень 72 и 71 на предмет поддержки. Так, Газпром. А на Газпроме сегодня даже не думали шортить. Как видите, не аномальная дельта, но хорошая. Потому что вот здесь на рост заходили пол ляма и 250 тонн, а 15-го числа лям 150 дельта на стороне байера. И вот эта дельта, как видите, 320 тонн на самом пике дня. Две сессии даже не пытаются пробить абсолютно. И вот тут пакет такой разместили немаленький. Так что, в принципе, если не уйдут ниже 150, 149, 148 крайняя цена, я думаю, вот 149, 150 это точно. Как проверочный уровень, тут две сессии не могут идти ниже, то максимум, максимум, самая же скачая, это, конечно, до 147. Протестируют передвижением наверх, но дельта, как видите, сами. Отличная. Рубль Джибель Джули торгует евробандами 161.1, 164. В принципе, если будут стоять и не смогут даже уйти ниже 160, еще есть шансы на продолжение роста. Ликвидность как раз вот вчера была чуть-чуть повышенная. И, ну, со вторника такое активно идет по ликвидности торговый период. Ядро у нас 159, давайте круглим по 158,4. То есть, коррекцию, ну, там, если даже будут формировать коррекцию, то должны не вот этот день, 159, ну, поддержать точно. То есть, если будут создавать коррекцию, то должны поддержать 159,5, ну, минимум, 159,3. И если уйдут ниже уже, ну, фактически к ядру, то это очень-очень-очень плохо. Так. И у нас там MarketWatch. Румбль. Румбль. Так. Чуть-чуть-чуть-чуть не хватило до отметки полтость. 10,4 была такая большая ликвидность. Сейчас мы еще рассмотрим на споте. Поэтому стоит отметить, вот этот уровень как раз 54 по 53,300. То есть, тут, как видите, самая такая была плотная ликвидность в этом контракте. И если здесь снова будет защита этого уровня, 54 не выпустит котировочку за 54, то может, либо в боковик уйдет, либо на снижение. То есть, и еще один спекулятивный, конечно, уровень. Тут плотненько сессию проработали. Очень плотненько. Такая вот. Выделяется массивность. Ну и 60. Сейчас на споте еще посмотрим. 60 по 50. Ну, пускай 8 будет, как оно. Ядро текущего контракта по рублю. Значит, очень-очень агрессивная защита со стороны байеров. Вот этой массивности 50, 650, 51, 151. С которой как раз сегодня пятница ушла. Ну, присмотритесь, возможно, там можно будет зайти на бай. Так. Теперь сейчас посмотрим дельту. Наметили, наверное, сразу, да? Какая дельта на стороне байера, на фьючерсе. Такая же была 10-го числа. Вот они пытались, наверное, уже отсюда заходить. И продажи. Вот 8 по 16-е число. Постоянно шли шорты. Да, вот. Три сессии не могли выйти выше. И вот. То есть, ну, если бы снимали стопори, я думаю, дельта на бай была бы чуть-чуть поменьше. Здесь достаточно так агрессивно выделяются покупки. Возможно, народ уже побаивается. Снова движение там в сторону 70-й и чуть что сразу заходит на покупки. Посмотрим, чем закончится этот рост на следующей неделе. Но на фьючерсе сразу надо выделить 51.200, 52.00, как возможен уровень активности байеров на следующей неделе. Вам нужен именно Василий Гриченко. Ну, зайдите на сайт Wolfix, раздел Education, там, выберите курс и напишите менеджеру, спросите, когда он будет проходить. И все. То есть, на сайте там есть, должно скоро обновиться расписание. В ближайших курсах. Там можете выбрать себе подходящий и все. Да, да, спот сейчас покажем. Так. Что же там на споте наделали по дельте. Ну, вот такая вот ситуация. 625 тонн на стороне байеров. Ну, это не факт, не факт. Потому что, вы видите, какие были активности 12-го по 16-е, все равно снижение продолжилось. Значит, продажки, которые были вот на споте, вы заметили, наверное, вот этот массив. Здесь очень много было шорты. Выделим. Вот, 51-70, по 52-60, не, не 60, а 53. Вот, и еще такая вот группа была на 53.5 по 53.5. То есть, на предмет защиты этих двух уровней стоит выделить и мониторить на споте обязательно. Так, и давайте посмотрим, что там по открытому интересу. На рубрике. Так, заходили на фичи с 13-го числа. Потом вынесли немножко людям стопики вчера. И сегодня, опять же, размещаются. Выделим диапазончик вот этих трех сессий. То есть, в принципе, если этот уровень будет защищать, то вполне может продлиться снижение. Тут как раз такой вырисовывается хороший уровень. То есть, если здесь произойдет защита, то как раз мы останемся в равноудовленном канале и пойдем на ИУ. Так, классер профайл Евро. 1.06, 3 сессии, да, 3 сессии удерживают. И такая проскочила обивненькая сессия. И сколько? Раз, два, три, четыре сессии подряд уже идет рост. Пришли в диапазон 1.08. Так, ну, динамика немного притормозилась, поэтому вполне может быть коррекционный момент, чисто и спекулятивно. И вот две сессии, которые тут разместили объемочки на продажу. Возьмем в качестве проверочного уровня 85 по 88. Вот эти 30 тиков пока отработали, но посмотрим, как будут атаковать на следующий деле этот уровень. Все, так же остается самый значительный диапазон сопротивления в этом контракте 1.1 по 0.9.30. Так, этот мы спекулятивно выделим бордовым цветом таким. Ну, и поддержка, support, естественно, начало контракта здесь было. Здесь также удержали. То есть, контракт у нас такой, видите, достаточно в боковике. Я ожидал, что мы все-таки единицу увидим на еврике, но пока, видите, пока не пускают ниже 1.06. Но, 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 но рост идет на ликвидности. Поэтому, может быть, может быть, еще останутся в этих рамках, в этих ценных диапазонах. Так, дельта сейчас посмотрим. Максим, давайте там, я не знаю, что это за трейдеры, которые, увидев букву М, будут что-то делать. Какие-то неадекватные, наверное. Никто, что не торгует, потому что на графике вырисовывается какая-то буква. Это, значит, не торгуют, а просто играются. Так, 15 числа, как видите, давайте вот этот диапазон захватим. 0.620, 0.680 и... В пятницу, после такого движения, 4 сессии роста, не начали скидывать покупки, что подтвердило бы, ну, дельта такая отрицательная, либо же нулевая, дельта даже еще на стороне байеров. Давайте проверим еще по Тик Директ. Ну, вот по Тик Директу, вот, более похоже на правду. Но диапазон 0.620, 0.680 стоит выделить. Так, заходят. Так что, этот рост фактически сопровождался размещением сделок. И как раз в период, когда евро снижался, здесь выходили. То есть, снижение на рынке не особо поддерживают пока по фьючерсу евро. А рост, как только начался рост, сразу начали открывать позиции. Ну, спекулятивно сейчас выделим. Площадка вторник плюс среда, ключевая. Это обязательно, вот она. Значит, 0.6, 0.650, спекулятивный уровень поддержки. Во-первых, во вторник начали уже старт. И таким маневром тоже размещались подло, но разместились. Так, следующая американская сессия грузится в четверг очень далеко от своего размещения в среду. То есть, достаточно на завышенных ценах относительно сессии. И все равно грузится. Закрывается он на самом максимуме. То есть, пока не пробили этот уровень. Поэтому, я думаю, вот эту сессию тоже стоит захватить. Коридорчик этот четверга. На всякий случай, вдруг, все-таки не пробьют его на следующей неделе. И это прям вот четко покажет, что спрос есть. И вложение динамики может быть. Посмотрим. Все может быть. Но вот здесь вот непосредственно размещались хорошенько. Потому что такие маневры туда-обратно в среду точно под размещение были. Ну, сопротивление это вот этот вот маленький пятачок. 0,848, 0,832. Можете отметить. Так. Чисто поверхностно. Я сейчас посмотрю еще фунтяку. Здесь раз, два, три, четыре, пять сессий подряд уже рост. Фунт фактически вышел за максимум контракта. Фунт сходил, посмотрел. Причем так спокойненько. И вернулся обратно. Возможно, вырывали стопыри у этих селлеров. Ликвидность идет стандартная. То есть без аномального присутствия крупных участников. Поэтому стоит на следующей неделе вот ориентир с 48,90 по 49,30 вот этот массив. А как понедельник будет и вторник вести себя относительно этого диапазона? Если активно удержат уровень, то есть тут начнется размещение и попытки пойти на 1,5, Ну, тогда рост продлится. В противном случае, если понедельник жестко уходит под 48,90, формируется, скорее всего, завершающий этап модели на снятие стопов у селлеров. И поход ниже, ну, там уже поддержку ловите на 48,47,60. Тут две сессии формировали перед ростом. Тем более, они самые ликвидные были на этой неделе. А вот. Ну, самый уже последний блокпост. Это массивность в районе 46,40, 46,70. Ну, такая вот, в общем, песня. И давайте для полной картины еще индекс доллара чисто за. Итак, на индексе доллара вот массивность в районе 97,20, 97,60. Удержали и снова пришли на этот уровень. Также, как видите, активность повышена. Риквидность на индексе доллара. И стоит заметить, что стараются не опускать ниже вот этой массивности. Поэтому, если на следующей неделе не уйдут ниже данного диапазона, то можем откорректироваться еще раз. Либо прощаться уже с этим диапазоном. Ну, как видите, и на индексе бакса тоже вот такой вот боковик ужасный. Это самая неприятная часть, потому что ожидаешь бизнес-сезон, то есть весна и осень, хороший тренд. А тренда нет, и они вот устраивают такие вот боковички, чтобы подживиться на ошибках трейдеров. Поэтому 97,26, в общем, 97,71. Очень внимательно на предмет поддержки. Так, и... 98,89,99,33, вуаля. Как сопротивление на ближайшее время. Так, ну, и пойдем смотреть. Нет. Прямо напрашивается. Вот, поэтому здесь 3 сессии уже, ну, 2,5 на 56 спокойно, уверенно. А в торгу до торги, что подтверждает наличие байеров еще на этом уровне. То есть здесь нехватки покупателей нет. Я скажу так. И 56, то есть у байеров это якобы вполне, вполне, ну, нормальная цена. То есть нет такой дестабилизации, дисбаланса со стороны селлеров. И поддержку 50,80, 52,30 выделим. Вот. Ну, и... Сам уровень 56, тут плюс-минус там 20 центов. Могут там сбросить стопори на следующей неделе, но вполне может быть, что продлится воскресенье динамика. В противном случае, все внимание тогда на этот уровень. То есть если начнут уходить ниже 50, давайте поставлю отметку, 55, то есть ниже. Не лезьте в покупки, пока не дойдут до вот этого уровня. Там уже можно будет пробовать заходить. Так, в принципе, если 55-й будут конкретно поддерживать, то это даст еще один импульс на бай. Давайте посмотрим, что там было по Дель Торо. Сейчас еще посмотрим бренд и все. А, и золото еще. Так, 13-е, 14-е, 15-е рост. 16-е, 16-е, тоже было Дель Торо на бай. И сегодня вот Дель Торо отрицательная. Ну, перед выходами это сбрасываю покупочки. Здесь ненормально. Так, на бренд. Классно поменяли тикер бренда. Мне нравится. В общем, было бы удобно, если бы для всех популярных фьючерсов выделили по одной букве. Так, на бренд вон сколько было байеров на самом пике. Снова селлеры. Ну, тут нестабильная Дельта. Давайте посмотрим на тикерок. Ну, в общем, надо, опять же, убедиться, что бренд не пустит котировку ниже 62-й. Тогда еще есть надежда, что вот эта Дельта действительно была на размещение. Если уйдут ниже 62-й, советую мне лезть в покупки ниже 62-й, потому что 13-го и 14-го заходили уже на шорт. И сегодня, как бы, тоже там больше 600-й. Так. Золото. 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 Вот, как-то интерес по брендам. Заходят, заходят, заходят и заходят. Это хорошо для продолжения роста, то есть это, ну, хорошие сигнальчики. Если бы вы скидывали вот это движение, то есть тут был бы открытый интерес на закрытие сделок, то коррекция, может даже разворот. А здесь заходят и заходят, поэтому нормально, нормально, нормально. Так, золото. Здесь беспощадный боковик, просто гипербеспощадный. Здесь, не знаю, кто на золоте торгует, наверное, вот кого они видели. В общем, сколько уже где-то, с начала апреля, да, с начала апреля просто вот штиль, полтавится туда-обратно. Четыре сессии, вот, вроде, поддерживается какая-то динамика, но 112.08 надо пробить для продолжения восходящей динамики. Ключевые объемы, которые были на открытии контракта, 11.84 и 11.88, не пропустили ниже, то есть поддержка была. И, в принципе, как видите, каждый минимум все выше и выше, но вот максимум, уперли с 12.05, 12.08. Ну, я думаю, что на следующей неделе уже точно должны выйти за рамки диапазона, хотя бы хоть в какую-нибудь сторону. Если нефть будет дорожать, то, в принципе, это должно повлиять на стоимость золота. И вместе с ростом нефтянки должны пойти выше 12.08. Давайте посмотрим, что там на дельте происходит. На дельте, да, идет поддержка покупателей вот с 14-го числа, даже раньше. Вот, 9-е, пошли, пошли, пошли здесь, 13-го на открытие скидывали, весь шорт вторника скупили, в среду подтвердили, причем дельта, вон, на самом пике была, в два раза, видите, тут и тут. Ну, а где еще, хотя тут, в принципе, такие были дельты вот здесь на шорт, как раз вот при подходе, может, без убытки сработали, хотя рассмотреть. В общем, чтобы подтвердить наличие спроса, должны не пустить примерно, сейчас скажу, где у нас классовый профайл. Вторник, среда и четверг, вот тут основные у нас были движения. То есть, должны постараться не пустить ниже 11.92, загрузка, даже вторник чуть раньше грузился, уже здесь, в среду, видите, здесь поддержали. Значит, 190, ну, это такой, достаточно широкий диапазон, но, что делать. И по 12.00. Тут вторник грузили, среду на этом же диапазоне подгрузили, и четверг, чуть-чуть подошел к диапазончику, подгрузили и пустили наверх. Пятница спокойно стоит на максимуме недели, вот, поэтому, ну, протестируйте четверг и пойдут наверх, отличный был бы сценарий. Так, и сопротивляшка здесь у нас 12.06, 12.07, 8, вот, на всякий случай выделить. Если даже четверг не смогут пробить вот здесь, у нас хорошее размещение было, то, пынц, а это хороший признак, как раз. Как раз у нас тут и уровень поддержки проходит, присмотритесь. Поэтому, если нефть начнет толкать цену выше, ну, стоимость нефти, ну, я думаю, что и здесь также трегирует на рост. Тем более, начались вот эти вот новости по Греции, все плохо, она сейчас выйдет из еврозоны, начнут опять скупать золото на всякий случай, до греха подальше. Так, 21.07, жду всех на открытом вебинаре по торговым стратегиям, открыт еще набор в группу по стратегии, которая начинается на следующей неделе. Всем хороших выкатных, встретимся в следующую пятницу, до свидания, пока. Продолжение следует... Продолжение следует...